У стен уникального памятника русской фортификации, форта номер 5, собрались мальчишки и девчонки совершенно разные по возрасту, интересам и мировоззрению. Но всех их объединяет одно. Каждый из них где-то когда-то оступился и на данный момент стоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних администраций Московского района. В свою очередь, комиссия регулярно проводится воспитательная работа с подростками-правонарушителями. Форм она имеет множество. Выездные суды, тренинги, круглые столы, викторины, спортивные соревнования и, конечно, образовательные и социальные экскурсии. Как, например, экскурсия в легендарное место силы Брещины, Бреску, крепость-герой, а именно 5-й форт. В инспекции по делам несовершеннолетних на постоянной основе проводятся различные профилактические мероприятия, как спортивные, так же, как и экскурсии. К нами было организовано профилактическое мероприятие, посещение и проведение экскурсии 5-й форт. В данном мероприятии принимают участие несовершеннолетними, с которыми в инспекции проводится индивидуальная профилактическая работа. Цель данного мероприятия – недопущение несовершеннолетними различных противоправных правонарушений, так как в тот момент, когда дети, вот сейчас, в настоящий момент проводится данное мероприятие, они задействованы, им интересно участвовать в этом мероприятии. В дальнейшем они, насколько нам всем известно, они рассказывают своим друзьям. Будучи взрослым, понять подростка очень сложно. Еще сложнее найти нужные ключики, быть поддержкой, опорой и в каком-то роде другом, чего не скажешь о ребятах, оказывающих дурное влияние, которые с легкостью втираются в доверие к более слабым. Страшно, что все еще на самом деле актуально. Везде. И в нашем городе в том числе. В инспекции по делам несовершеннолетники. Индивидуальная профилактическая работа проводится с детьми, совершившие как административные правонарушения, а также уголовные деяния совершили. Но они не достигли возраста и, соответственно, их привлечь к уголовной ответственности по закону нельзя. Но, тем не менее, с ними проводится индивидуальная профилактическая работа на протяжении одного года. И сегодня задача взрослых даже не задача, а миссия найти правильные слова, действия, которые смогут помочь подростку, оступившемуся один раз, не наступить на грабли во второй, ведь, как правило, это больно. Всем и страдают от неблаговидных поступков наших детей тоже все. А потому все мы, родители, педагоги, просто обязаны понимать своих детей с полуслова, чтобы ошибившись раз не ошибиться снова. Была интересная довольно-таки история, понравилась этого пятого форта. Очень казематы понравились, снаряды, пулеметы, которые там показывали, также пушки, артиллерийские установки и, в общем, в целом понравилось. Алена Миневич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Для компании БУК-ТВ.